Ира Уайт Каста 6 Глава 1 Открываю дверь кофейни, пропуская вперед двух девушек, которые бросают на меня взгляды и хихикают, будто в том, что я придержал для них дверь, есть что-то необычное. В нос бьет запах свежесваренного кофе и выпечки, которую только-только достали из духовки. Рот наполняется слюной, и я пристраиваюсь в конец небольшой очереди, чтобы взять черничный маффин и кофе. Осматриваю маленькое помещение, в котором поместилось всего четыре столика, отмечая, что посетителей довольно мало. За дальним столиком сидит пожилая пара. Женщина улыбается мужу, слушая, как он распекает нерадивых студентов, не явившихся в музей на интереснейшую экскурсию, посвященную древнеримским артефактам. Следующий столик свободен, а тот, что после него, занимает девушка. Она обложилась листами и книгами и что-то усердно записывает в блокнот, периодически потирая подбородок кончиком ручки. Делаю шаг вперед, когда девушки передо мной забирают свой заказ и занимают свободный столик между пожилой парой и девушкой с книгами. «Что желаете?» – спрашивает бариста, высокий худой парень лет двадцати на вид, с сережкой в носу и точно такой же в брови. «Черный кофе, без добавок». И «Черничный маффин». Озвучиваю заказ и поворачиваюсь в сторону девушек, которые обсуждают меня громким шепотом, думая, что я ничего не слышу. Кривовато улыбаюсь им, и они снова хихикают. И так всегда. «Ничего нового». Поднимаю руку, чтобы взглянуть на часы. Одиннадцать сорок три. Торопиться некуда. Встреча с парнями назначена только на три часа. Расплачиваюсь с бариста, благодарю его, забираю заказ и уступаю место парню, занявшему очередь за мной. К большому разочарованию девушек я сразу же покидаю кафе. «Извините, дамы, сегодня я не намерен заводить новые знакомства». Надеваю солнцезащитные очки, чтобы спрятаться от яркого солнца. Останавливаюсь на светофоре, дожидаясь, когда загорится зеленый. И отхлебываю восхитительно крепкий и такой же восхитительно горячий напиток. Пересекаю дорогу вместе с остальными желающими и направляюсь в сторону платной стоянки, на которой оставил машину вчера вечером, так же, как и всегда. Прохожу по парковке, попивая кофе и откусывая вкуснейшую выпечку. Остановившись возле машины, ставлю стаканчик на крышу, чтобы достать из кармана ключи. В этот момент звонит телефон, и я меняю траекторию движения руки, чтобы достать мобильник из другого кармана. Подавляю раздраженный вздох, когда вижу имя абонента. «Только не говори, что перенес встречу, Лайн». Вместо приветствия спрашиваю у друга, который негласно считается предводителем нашей маленькой компании. «Я тоже рад тебя слышать». «И да, у меня все отлично. Спасибо, что спросил». Парирует он весело, но ему не удается скрыть от меня, что что-то не так. В голосе какая-то несвойственная ему торопливость. «Что случилось?» Прислоняюсь боком к дверце машины, откусываю еще кусок маффина и слышу, как Лайн вздыхает. «Есть кое-какая работа». Его голос становится еще более серьезным и приобретает деловой тон. И ее нужно выполнить как можно скорее, желательно прямо сегодня, а еще лучше прямо сейчас. «Что случилось?» Повторяю я и смотрю на совершенно потерявший всякий вкус маффин. Отпиваю кофе и тоже ничего не чувствую. Вижу неподалеку урну и, без сожаления, выкидываю в нее остатки завтрака. «Декс вчера решил повеселиться и отправился в клуб», сообщает Лайн с нескрываемым раздражением. Встискиваю зубы. «Ну что за идиот?» «Не сомневаюсь, что он натворил что-то серьезное, иначе Лайн не звонил бы мне с просьбой бросить все дела и заняться его срочной работой». «За два дня до полнолуния?» Выплевываю вопрос, не в силах сдержать раздражение. Хотя знаю, что Лайн тут ни при чем. Он не отпустил бы Декса шляться в такое время, если бы знал, что тот собирается покинуть дом касты. «В том-то и дело!» Слышу, как собеседник хлопает ладонью по столу с такой силой, что раздается громкое звяканье. Не удивлюсь, если на пол свалился компьютер. «Дилан!» Пытался его остановить, но в итоге пошел вместе с ним. Закатываю глаза и, наконец, достаю ключи из кармана, нажимаю на брелок, открываю дверцу и сажусь в машину. Ничего нового. Декстер ведет себя как ребенок, рискуя быть разоблаченным. А его брат-близнец Дилан, который вообще не входит в нашу касту, но постоянно ошивается где-то поблизости, вмешивается не в свое дело, но из этого вечно выходит какое-то дерьмо. «Что натворил Декс?» Спрашиваю, устало потирая лицо ладонями. «Не знаю, мне не удалось с ним поговорить. Он все еще пьян, черт возьми. Это же сколько надо было выпить, чтобы до сих пор не прийти в себя. Но Дилан говорит, что уверен на сто процентов, что девица, с которой уединился Декстер, что-то видела». Он замолкает. «А я тихо чертыхаюсь, но знаю. Лайн все равно это услышал». «Что именно она видела?» «Хотя мог бы и не спрашивать, потому что все и так предельно ясно». «Сам подумай». Язвит обычно спокойный Лайн. Уверен, его уже достали выходки Декстера. «Ты ведь знаешь Декса. Вряд ли он мог полностью себя контролировать в том состоянии, до которого допился. Еще и с приближающимся полнолунием, до сих пор влияющим на него по известным причинам». «Это понятно». Не менее язвительно заявляю я и, переведя дух, спрашиваю. «Дилан уверен, что девушка была достаточно трезва, чтобы хоть что-то понять». «Да, он уверен. Ты же знаешь Дилана. Ему ни к чему было бы додумывать». Лайн вздыхает, и я слышу усталость в его голосе. «Хоук, ты знаешь, что делать. Нельзя, чтобы информация о выходке Декстера просочилась хоть куда-нибудь». «Понял». Отвечаю на автомате. «Сделаю все в чистом виде. Но мне нужно больше информации. Дилан проследил за девушкой?» «Нет, он не мог бросить Декса одного в таком состоянии. Иначе тот натворил бы что-нибудь еще. Черт возьми, Лайн, дай мне хоть что-то». Начинаю раздражаться еще сильнее. Название клуба, адрес, описание девчонки. «Ты хочешь, чтобы я нашел ее как можно скорее, но не даешь никаких вводных?» «Остынь», — миролюбиво говорит Лайн. «Попрошу Дилана отправить тебе всю информацию прямо сейчас». «Отлично. Как все сделаю?» «Сообщу». «Отсоединяюсь, не прощаясь». Проснувшись пару часов назад, я никак не ожидал, что обычный вроде бы день так резко повернет свое русло. Через пару минут на телефон приходит сообщение от Дилана, в котором говорится, что они были в клубе «Даймонд». Также в послании содержится адрес заведения. А вот по поводу девушки информации не густо. Сказано лишь, что она миниатюрная блондинка. Ничего удивительного. Декс всегда западает именно на таких, в каком бы состоянии ни был. И цитирую. «Зовут, кажется, Сара. Если я не ошибаюсь, девушка убежала, забыв сумочку». На этом все. Сокрушенно качаю головой и с шумом выдыхаю. Информации мне дали целый вагон. И найти девчонку не составит труда. Нет. Поворачиваю ключ в замке зажигания. Завожу автомобиль и уже через пару минут выезжаю с парковки, на ходу сверяясь с навигатором, чтобы найти кратчайший путь к клубу, в котором Декс вчера слетел с катушек. Интересно, что он вытворил на этот раз. Просто продемонстрировал силу. Или что похуже. Хотя, какая разница. Каждый раз разгребать все его дерьмо приходится мне. У каждого в нашей касте своя роль. И, как это ни прискорбно, моя такова. Продолжение следует...